На прямой связи, не чудище и не чудовище, один из самых известных украинских журналистов Анатолий Шарик, прекрасный человек. Сразу вам говорю, Владимир Вольфович. Украинских СМИ уже нет. То есть как СМИ как таковых просто нет, не существует. И это не вопрос вчерашнего дня или недели последней, это вопрос пары лет. Украина колония. Украина колония и к колонии отношения соответственные. Но бывают колонии, из которых начинает расползаться всевозможная гадость, мерзость, чума. По поводу гражданской войны. Как заявляется, гражданской войны нет. И вообще нельзя даже произносить гражданская война. Хотя я, лично я, считаю, что если украинец убивает украинца, если брат убивает своего брата, то это однозначно гражданская война. Ну вот, такое мое мнение. Это однозначно гражданская война. Вместе с сепаратистами воюют россияне. Это абсолютно четко, это абсолютно ясно, это было понятно еще несколько месяцев назад. Мы пообщались с одним россиянином, более того, с москвичом. И поинтересовались, что он делает на территории Украины, почему он это делает. И его мировоззрение, и его видение ситуации, ну, мне кажется, достаточно интересно. Позывной енот из России здесь второй раз. Что же вы такие все любители Крыма? И рассказывать ли, какой Крым украинский не едете туда? Ну, почему туда просто не поехали? На свою территорию. Не расстреляют же вас там. В Киеве жители западной Украины вдруг начали рассказывать киевлянам, как им себя вести, как им надо любить Украину, как им надо петь гимн, ходить с флагом. Я украинец, а вы не украинцы. Вы второе... там, второе... ну, я не говорю второй сорт. Нет, вы просто полукровки. Третья кровь, четвертая кровь. Недогосударство борется с теми, кто не вписывается в его систему, кто внесистемным является, и кто хочет разрушить... ...разрушить этот храм. Мы пытаемся это сделать. Ох, Анатолий Шарик! Спасибо вам, Анатолий Шарик! Спасибо вам, Анатолий Шарик!